Привет, ненаглядные наши! Сегодня смотрим побег из Шаушенко, 21 серия чародеек. Все соскучились, все уже не могут. Истощили свои тела и души в ожидании. И вот, наконец-то, сладостная манна спускается нам с небес. Простите, пожалуйста, за звук. Многие писали, что кому-то слышно, кому-то не слышно. Я знаю об этой проблеме, но пока что... В процессе решения? Да, в процессе решения этой проблемы. Шумит еще плюс вентилятор, из окон шумит, потому что иначе мы просто сдохнем. Или маленький малозаметный шум, или мы сдохли. Два варианта. Мы выбрали малозаметный шум, как вы успели заметить. Молодец! Кстати, вы сказали, что мы какие-то злые были в прошлый раз. Ну, реально, но чувствую я, что сюда подойдет другой вокал, другой голос. Я не говорю, что у нас плохой опенинг. Хороший звук, хороший... Девчули, кстати, это же так... Которая звучит кармелью. Кармелью мы любим. Да, все понятно. Ни от кого не отказываем. Просто почувствовал, что, возможно, это по-другому можно было сделать. И все очень громко. Ну, надо как-то или сюда ставить. Я уже... Я не знаю, как с этим делать работать. Наш час в землю спорты. Чародейки. Побег из Григора. Пускалась Шоушенко. Я вас всех обманул. А, нет. Вы думали, мы будем побегать с Шоушенко смотреть? Вы, кстати, замечали, что все злодеи в каком-то странном измерении какие-то жирные орки? Именно жирные или накаченные. Другого нет варианта. Типа обычный торщеватый орк. Там было парочку, ну, это или мой прообраз там. Ну, это не знаю, это какая-то беседа. Где женщины-орки? Кстати. Нету ни одной женщины-орка. Нет ни одной девушки. Потому что женщина-цветочек. Я первый раз вижу рыжего и лысого одновременно персонажа. Это просто камбу какой-то. Камбу, блин. Ну, кстати, ты скоро станешь рыжим и лысым персонажем. Да ты... Ну, лет через 10, мне кажется. 10 лет? Ну, может раньше. Ты что, проклинаешь меня, что ли, в смысле 10 лет? Ну, я же угадываю. А не продержать. Или, значит, ты тут угадал. Это будет максимально... Вот и посмотрим, будет мое пророчество. Мне придется пересаживать волосы с жопы. Потому что через 10 лет, ведь я планирую, что мы будем более успешными. Почему ты не можешь быть лысым и успешным? Ну, как быть крашем в массовом женском сознании? Это круто. Мне нравится. Нет, нет, нет. Смотри, Бондарчук, он как бы... Ну, как бы, видишь, у него есть волосы, он подбревает, понимаешь? Бондарчук. А кто? Навая, лысых, нормальных. Стас просто класс. Серьезно? У него же тоже волосы, он тоже все подбревает. Мне придется, как под ноль все время стрима. Ну, да, да, я про это же. Че, поймали, что ли? Да, да. Побед не удался. Пока сила Эллион не достигла пика, мне бессмысленно отбирать ее. Она беспокойна, и потому слаба. Доброе утро. Я решила выйти в сад порисовать. Ты со мной? Перед грядущей коронацией у меня очень много забот, Эллион. Понятно. Вот это ты. О, ты очень талантливая. Увидеть бы их. Эллион, у твоих земных родителей все хорошо. Двенадцать лет я считала их родными. Жаль, что они скрывали, кто я такая. Ей всего двенадцать. Тем более. То есть у нас прям вообще кардинальный разброс по возрасту. Кому-то четырнадцать, кому-то тринадцать, кому-то двенадцать. Они не одногодки. Ну слушай, это два года, это небольшая разница. Я сейчас реально пересматриваю свои отношения и критики этих персонажей. Ну правда, двенадцать лет. Двенадцать лет! Хочу опросить от ребенка. Ну конечно. Но я люблю их. Конечно, ты сердит. Лишь за их обращение с тобой. Раз ты простила, прощаю я. Они живут в славном домике в горах. Это далеко. Но если ты хочешь, я приглашу их в замок. Правда? Как здорово! Спасибо! Каким образом интересованных пригласить? Потому что он их вообще убил. Да дело не в этом. Он же может заколдовать кого угодно. Возьмет опять пару орков. И сделает... Отыгрываешь сегодня, мать! Мне кажется, это все тот же персонаж, который Миранду отыгрывает. Последний день перед сменой, этот болван вздумал сбежать. Ползуны и шебуршаться. Покормите. Покормишь без приказа, нас самих им скорбят. Мне так нравится, деревеньши шебуршаться. Шебуршаться. Как давно и не слышал эти слова. Да, они такие ворчуные, знаешь, типа как эти охранники, которые работают. За политику, Трамп этот, Байден этот, Обама этот, пошел тут, шебуршаться у нас. Кто там, Калик? А, вот он и где. Ну же? Иди. Давай, давай, давай. Есть! Мастерство не спрячешь! Что-то остальным как-то невесело. Интересно, они могут свои силы использовать, когда играют? Так могут же. Могут. Чисто теоретически могут. Они, помнишь, мы с тобой даже спорили, они проявляли свои силы, когда еще не становились чародеками. Ну, то есть вне превращение. Ну, нам ни разу не показывали, как они их применяют вне формы чародек. Мне кажется, у них есть сила, просто она не такая сильная, когда они... Ну, она слабее, чем когда они превращены уже. Нам ни разу не показывали. Я такого не помню. С чего это мы торчим в боулинге, когда Элион в опасности? День атаки назначен. А до тех пор что? Что, стражницам нужно впасть в анабиоз? Эй, посмотри, давай представим, что кегли — это фобус. Да! Да! Точно в жалоб! Ура! Ну, это правда классный подход. Я и не хотел попадать в кегли. Блин, я, походу, так играю. Ты в курсе, что цель игры — сбивать кегли? А? Сбить может кто угодно. Их же там 10 штук. А многие ли сумеют промазать? А? Ты бунтарка. Вспомнила, кстати. Я бунтарка. Томас и Элеонора Брауны, родители Элион. Я узнал, где их держат. Ура! Накрутим тюремчиком хвосты. Так, сбросим кеды и понесемся. Они в Кавигоре. Тюрьма неприступна, полностью под землей. А что, разве нельзя подкопаться из заветного города? Этот путь реальный, но есть риск. Фобус пока не додумался искать нашу базу внизу. Но если поймут, откуда мы пришли и ворвутся в древний город, восстание обречено. Спорим, там бланк. Кстати, наоборот. Давненько мы его не видели. А что, очень красиво! Стаканчик от мороженого! Ребят, это главный принцип Кавигора. Пап, какой же он мерзкий. Он просто потрясающий персонаж. Он настолько гадкий, что от этого даже не противно. А от этого даже мимо. Легко выбраться невозможно. Тридцатиметровая шахта. Даже стражи не выйти. Для смены спускают веревочную лестницу. А так выглядят казематы. А что ли это бумаги? Кстати, ты слышал, что у Зевы больше не будет смываемой втулки. Что? Что? Втулки ушли из России, точечно. Типа, почему? Смылись. Смылись. Отыщем браунов. Вел откроет портал и уйдем. Пусть считают, что мы и вошли через портал. Знаешь, мы можем не узнать браунов в меридианском облике. Правда, все их вещи по-прежнему в доме. Найдем что-нибудь из одежды? Как это поможет? По запаху? Бланк же не хач. Ага, да-да-да. Или, допустим, портрет, где они... Такие зеленые уродцы. Ну так неправильно. Да, они еще хранили дома этот портрет. Ну однозначно. Ну хотя бы для себя. Чтоб не забывать, как ты выглядишь. Или он могла найти его. Да ладно тебе. Пустим последующейку. Идет награда. Он выглядит так же, когда ты меня накрасила с друзьями. Я, когда накрашенный, выгляжу, как вот, знаете, дешевая шлюха. Это максимально было смешно. Помнишь, мы Сашу накрасили? Вот ему, блин, почему ты идиот? Это максимально обидно. Я как, знаешь, говорю, ну что, Степ? Ну вот я максимально дебильно выгляжу. Блин, вот даже здесь. А мне понравилось. Да конечно, блин, потому что это ржачье. Элайся. Будем надеяться, пол не покрыт кипящим маслом. Или чем-то похуже. А вот и что-то похуже. Какие-то тараканы переростки. У нас таких на кухне знаете сколько? Уже даже не страшно. Нет, они криповые. Глаза вот такие. Очень смешные ребята. Я на месте Эллион 12-летний реально бы стрессанул. Нет, прикиньте, они воспитывали все это время. Ты жила с ним в Эллион 12-летний. Откуда? Видно у вас влиятельные друзья. Нам нужны силы. Надо поесть. Ну они реально какие-то жуткие. Они нелепые какие-то. Да, они... Родители. Нет, это никак не связано. Просто персонаж... Ну я не знаю, специально был так нарисован. Я хочу посмотреть, как в комиксах они выглядели. Мы в Едине. Единый. Вода. Огонь. Огонь. Земля. 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 Воздух. Воздух. Я всех поучу. Встретимся через 4 часа. Как мне нравятся губы у Тарани. Вообще Тарани, когда превращается... Максимально диаметрально противоположная. Такая горячая девчонка. Еще у нее прическа. Кстати, это прикольно, потому что у нее, знаешь, в форме паука. Это у нее какие-то типа афрокудри. В форме паука, нет? Ну, кстати, она кто? Она метиска или она афро? Мне кажется, она, ну, мулатка. Но это прям не чисто афро, потому что... Да, нет, это мулатка. Она просто такая смугленькая немножечко. Не спускайтесь в тюрьму без крайней нужды. Быстро летим ко входу в шахту. О! Хвайлин, Тарани и Ирма должны быть над входом. Да, видишь, она из себя достает. Она впитывает этот кристалл, ой, точнее, сердце Кондракара. Сюда. Делаешь успехи. О, привет. Седрик отправился за твоими земными родителями. Отлично. Еще раз спасибо. Зачем столько солдат? Если их захватят мятежники, то я... Я никогда не прощу себя. Наведу красоту в их покоях. Ой, какой благородный брат. Ну, ей 12. Ладно, не знаю. Я понимаю, что ей 12. Я, правда, когда до меня дошло, что всего лишь ребенок, у которого... Ну, какое критическое мышление может быть в 12 лет? Ну, вообще разные дети бывают. Разумеется, но все равно. Даже если супер какой-то развитый, это же не... Меня больше убивает этот ее брат, который... Я понимаю, что это его задача, да? Ее обмануть, его задача расположить ее к себе. Но он еле-то делает плохо. Ну, вот плохо. Мог бы лучше. Это зачем? Понятно, что она ребенок и может скупиться легко. Ну, чисто вот для себя хотя бы. Ему не хочется качественно это сделать. Ты что, не уважаешь себя после таких? Да. Своих не мешает прибрать. На земле это было самой больной темой. Ради деле приходит, надо убраться. Ты уже, как знаешь, рефлекс. Она даже уже не понимает, что она принцесса. Радаки приходят, быстро убираемся. У них у себя везде, у Фобоса, везде надо убрать. Посуду помыть. Поели славно. Пора поговорить, как вы здесь хорошо устроились. А потом повторите все принцессе. Они уже на... У них вот такие лица. Я не знаю, почему их так нарисовали. Я не понимаю. Но это вид такой. Да, о, кстати. А почему это я действительно такой нетерпимый к другим расам? Тем более, ты говорил, нет женщин-орков. Это не орк, но женщина тоже другого вида. Другой расы. У всех вообще новые приколы появились. Смотри. Новая какая-то сила у всех. Но это после того поглощения вчерашнего. Видимо, да. Прямо под Кавигором. Корнелия, нельзя ронять эти камни на пол. Надо тихонько опускать. Эй, я блондинка, но не дура. Просто на пол. Откуда это взялось-то хоть? Вот да, с периодиками. Я столько версий услышал. Ну, правда. Это только у нас? В нашей культуре? Или это прям по всему миру? Без понятия, потому что я не жила нигде, кроме какого-то. Есть образ легкомысленной блондинки. Такой образ есть в кино. Слушай, был же фильм с Риза Уизерспун. Блондинка в законе он называется. Да, хорошо. Хорошо. Это подводная братва, а блондинка в законе. У нас все названия такие. Ну, ладно. Она же там... Подожди, стой, оригинально как звучало? Я не знаю. Не знаю реально, как в оригинале. Это локализация такая? Я думаю, что да. Какая-то бандитская тема. Какая-то ментовская на зоне. Суть в том, что по сюжету там она... Ее недооценивали, потому что она вся такая любит шоппинг, тары-пыры, блондинка вся такая. Она в итоге, по-моему, стала что-то умной. Что-то много читала, чтобы доказать, что она умная, короче. Я давно смотрела фильмы, возможно. Но воспоминания такие фильмы. Но, возможно, в той культуре тоже есть претендент. Ну, тоже есть что-то похожее. Я знаю. Очень хорошо. Миранда. Они будут в восторге. Спасибо, Миранда. Не за что. Дорога долгая. Они, наверное, устанут. А почему у Миранды прокуренный старый голос? Потому что это орк. Да, реально. Выходит. Как тяжело отыгрывать маленькую девочку. Не стоит мучить их расспросы. Ты видела? Да, это орк. Все, я понял теперь, что они делают. Да, они объяснили план, но я понял, откуда они теперь копают. Нам надо выманить стражу с нижних уровней. Пора немного шумнуть. Да, привлекли их внимание. Слушай, бегут! Ну, страшники, конечно, правда, они все здесь тупые. То есть, с неба падают камни. На место, куда падают. Бегут прямо под камнепад. Да камни же не будут уже на них падать. Они откуда об этом... Они идут к месту, где шумно, чтобы посмотреть, что там происходит. Нет, ну, я понимаю, что это нормально все. Ну, просто правда странно. Ну, то есть, летят камни из выхода. Они видят, что на них летят камни. Они поднимаются. Да, нам показали, что у чародей камни закончились. Но это не к тому, что мультик плохой. Это к тому, что персонажи реально тупые. Да, ребята, у вас что-то там маловато. Это просто стоит такой. Вода. Хорошо, течет. Это, кстати, классный плат. Да. Несмотря на то, что у них реально есть дерьмовые затеи, но вот сейчас они отвлекают сверху. Эти прокапывают снизу и забирают их из темницы. И звучит максимально правдоподобно. Реально столько стражников взял с собой. Только для того, чтобы родить. Двух человек. Двух. Не прям супер каких-то убийц. Супер сильных. Просто два орка. Видимо, Фобос предполагал. Предполагал. А зачем? Нет, просто Фобос параноик. Это правда. Фобос немножечко на нервике. Конечно. Каждый день. Осталось пару дней до его заветной цели. С ее хотелкой. Каждый раз на душе больно, когда он превращается. Ты уже думаешь. Не обязательно. Давай побережешь силы, нервы. Они тоже каждый раз в ахере. Такой он. С бедрышками. Пишут восьмерочку. Восьмерочку, да. Молодчина, К. Всегда рада, В. Планк нюхать. Растопим. Ой-ой-ой. Кайф. Так они прокопали, получается, на самый нижний уровень, на котором находятся эти твари. Какой классный мультик. Ну, классно. Классно, что это продумано, да. Палкайте. Он реально с собой носит палку. Ну, не меч, не топор. Палку. Что волшебная палка. Засыпьтесь. Пускай разделятся. Корнелия, засыпь в кост. Да, Калиб прав. Нельзя выпускать их вниз. Не надо, не надо. Вот. Получается, у нее есть сила. Первый раз нам показали, что она что-то может, кроме того, как превращаться к остальным. Камень стал сильнее. Опять же, не она. Скорее, камерам. А они не летают? Постойте! У нас уже не такие уже не опасные. Нам вначале... Да, мы нагнали ужаса. Какие страшные. Обычные нормальные жуки, которые хотят есть. Ничего особенного. Чувствуй себя обманывать. Быстрееей! Это Седрик! Вот много не отобьемся, а предупредим Вилл! но змеюка здесь будет очень скоро все в одном направлении стреля ну да да ну просто тяжело анимировать ты берешь анимируешь одновременно и потом хотя почему не сделать это сложно сложно наверное ему ворачиваться от твоей идеи стрелять поэтому и говорю что если бы они стреляли во все стороны они бы попали какую-то из них точно ты уверен как насчет экстремального спуска а чего вода защищает от ну в целом это возможно она может управлять не просто водой но может быть и и плотность вот так что вполне себе может получиться к тому же если в игр очень сильно закрутить от скорости он может туда да 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 вот знаешь у хайлин есть такой прикол она от всего ловит кайф то есть я уже которая замечает когда даже когда супер трудная ситуация или они как-то не знаю там на грани жизни и смерти для хайлин это всегда веселье какой-то ничего себе как круто туры-пуры я не замечал но я замечал что она постоянно такие звуки издает она веселее она всегда ну ни разу не видела ее в отчаянии единственный кто бывает в отчаянии по меланхолии это вилл и корнелия вот они обе такие могут придаться небольшому разочарованию тары не никогда тоже не унывает когда чего-то боится скорее удовольствие она огня собой у вас вы по сути боится она может быть просто она либо саркастично либо она нейтрально не то что нейтрально ну да и она такая да блин не хочу вообще под в эти кружки всякие еще куда-то гибчик но хайлин сынка платье да убиваем людей конечно мне кажется они такие миленько да почему веревка ну чтобы не разбиться по стене нет там не стены ну есть стена но там от так там там как купол получает знаешь как в пятилитровой банке вот буквально а как он попасть и не упадет больно будет он же не самоубийца где они где сейчас есть момент ты чё это такое земля так а как они делают его воздух там так вот посмотрите они делают за жесты руками что это свежие сливки мистер миссис браун вы уйдете с нами уйдет но ведь здесь так прекрасно это наш дом загипнотизировали ну какой же я не могу у них одутловатый тупой вид но это такой вид это вот они вот такие вот такие существа и мне нужно это принять это меня же это просто это существует это есть они не не видовато что они такие уроды это просто вот вот такие все пару серии все они будут не как родные фобос подсыпал что-то в еду это кстати область ведь я думал как он сможет убедить этих двух людей которые вот жесткой оппозиции притворяться удобненько блин в план беда мы уже под землей в тюрьме которую стерегут таракан и людоеды какая у нас еще беда подвалил с тысячи страхолютин ну вот где ирма отвлекает вы их нашли да но они не понимают где находится импации были дурман в пищу дивные главные ручки обдолбавшийся как его зовут бланк это просто потрясающе ну они же видели почему они его не остановили почему я одна кричала бланк не ешь я думаю я думаю что это просто уже как с ребенком ну ты не можешь все уследить на секунду ты ну ты слышала как матери иногда орут ну минуту покоя ты мне оставила на минуту все там просто уничтожено это же говорю ребенок нижнем уровне ползуны обдолбавшийся надо спасти всех узников халин попробуй открыть двери камер корнелия помоги ирме ну вот опять же спасти всех узников что там прям все хорошие прям вот там реально нет каких-то убийц там в основном политические в себе заключенные политическая тюрьма но если так то окей а ты права неужели фобос не регулирует прям абсолютное зло с другой стороны зло служит ему всякие наемники убийцы воры это все его свита все его свита а все кто против в тюрьме так что подожди напомни мне почему нельзя было открыть портал потому что фобос узнал бы что наверное они могут теперь еще и портал открывать они типа инфу скрывают нет ты открыл портал и сразу за собой закрыл он да даже никак не узнает об этом как он это поймет возможно с помощью элеон но не послушал или не понял я тоже не помню и 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 а вы сами замуровали себя разобрать за бля какой какой добрый все идите сюда надо спешить сад и в основном люди почти нет вообще другие женские но выхода нету да есть же скорее внимание один уровень вверх и там портал к свободе и помогите самым слабым что в чем смысл ты же можешь открыть кучу порталов на каждом этаже реально реально я на бланк крутой Я реально с нему кайфу. Нет, Батт делает всё веселухо на самом деле. Я завалила вход, но ненадолго. Чудища вырвались, надо помочь Хайлин. Скорее! Кстати, Фобус, получается, не знает о том, что его книжку забрали. Да. Это будет для него новостью, поэтому они хотят скрыть. Ну, опять же, ладно, с порталами непонятная ситуация. Уходим! Они идут! Ну, прыгайте в портал, в чём проблема? Так, ладно, они победили, у них всё получилось. Мы не бедные, Седрик. Каждый раз, каждый раз у него провал какой-то. Мне кажется, Фобус уже такой, ну, ты уволен. Ты реально уволен, чел. Ну, у Седрика ещё ничего не получилось, кроме как привести Эллион в Меридиан. Ничего себе, это неплохая такая победа. Но он постоянно проигрывает чародейкам. И сейчас я понял, почему они не сделали 20 порталов. Иначе в эти 20 порталов насочилось бы ещё стражников, которые сейчас посбежались. Ну, да, это было мудрость со стороны, это мы тупые. Опять же. Опять же. Нет, нет, ты не на пляже, Бланк. Твоё копыто. Как нам благодарить вас? Мы едва знакомы, а вы пришли за нами. Вы 12 лет растили мою подругу. И надеемся, вы скоро увидите Эллион. Только, пожалуйста, берегите её. Конечно. Ну, вот в таком освещении они смотрятся неплохо на фоне свалки. Там темно, когда они прям максимально криповые. Я, видите, начинаю их понемножку принимать. Какова вероятность, что портал откроется в самой секретной тюрьме? Вообще-то, мой принц, всё можно обернуть в нашу поясу. Ты здесь? Летный Фобос, он заколебался. Открыть. Закрыть. Открыть. Закрыть. Где мои родители? Эллион, у меня скорбные вести. Мы попали в засаду по пути. Родители в лапах мятежников. Что я ждать теперь? Не бойся, Эллион. Мы вернём их, обещаю. Враги заплатят нам сполна. И всё? И всё? Ладно, хорошо. Это было неплохо. Слушай, это было неплохо. Нет, это было круто. Сюжать двинулся. Последние серии максимально динамичные, максимально глубокие и интересные. Практически нету никаких. Стас, пять серий пикинга, на конце первой сезоны. Почти сезон досмотрели офигеть. А их всего два. Ну чё, ребятки, посидели, посмотрели, кайфанули. Спасибо, что были с нами на протяжении всех этих сорока примерно с чем-то минут. У нас двадцать минут длится серия, двадцать минут наш голдёж. Поэтому в целом получается плюс-минус сорок минут. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было так же весело, как и нам. Идём смотреть двадцать вторую серию. Это была двадцать первая. Пока!